Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. 12 декабря исполнилось 25 лет Конституции Российской Федерации. Основной закон был принят всенародным голосованием в 1993 году, определив государственное устройство страны. За всю историю в действующую Конституцию было внесено 14 поправок, в основном связанные с переименованием или объединением субъектов Федерации. Последние касались воссоединения с Россией Крыма и Севастополя. В день Конституции по традиции прошел общероссийский прием граждан. С 12 до 20 часов по местному времени были открыты двери всех приемных президента России. В городском округе мытищи прием провели руководители и специалисты всех управлений администрации. 112 человек пришли, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. В этом году активность жителей возросла почти вдвое. По привычке граждане стали занимать очередь с 9 утра и на момент начала приема в полдень в холле администрации уже было около 40 человек. Сергей Берзин продолжит. День открытых дверей или день приема граждан, как традиция, утвердился совсем недавно. Поначалу казалось, что новинка не приживется, но она пришлась весьма кстати людям, ценящим время. Даже если приходится потратить его, чтобы сюда добраться издалека. Такой день мы приходим первый раз, потому что здесь реально более доступно. Можно попасть сразу к нескольким руководителям и быстрее решить вопросы, которые касаются не только нас, но и поселка. В данном случае мы представители поселка, да. Поэтому мы не только свои вопросы решаем, но и вопросы нашего поселка. Проблема в том, что сам поселок не попал в кадастровые карты и дороги на этой территории как бы не существует. Их никто не чистит. А зимой это очень актуально. Идет переписка и в переписке, к сожалению, мы не получаем тех ответов, которые могли бы получить вот на прямом приеме. Надеемся, сейчас их решим. За время проведения таких дней отработан и сам стиль общения для наиболее быстрого реагирования и решения проблем. Сегодня у нас проходит шестой ежегодный общероссийский день приема. Как правило, около 80-100 человек в этот день обращаются в администрацию. Должностные лица осуществляют по записи раз в месяц. А сегодня мы ведем прием, должностные лица ведут прием без записи. То есть в свободном режиме могут подойти и задать любые интересующие вопросы. Преимущество таких приемных дней именно в том, что обращения могут быть рассмотрены одновременно разными специалистами и, по сути дела, ответы на них находятся всегда. Что мы знаем о Конституции? А вернее, как мы используем ее нормативную базу? Задались вопросом участники правовой игры в молодежном центре «Маяк». Только на первый взгляд кажется, что основной закон нашего государства существовал всегда. Он развивался, изменялся и споры о его усовершенствовании не утихали никогда. Как смотрят на эти вопросы студенты и школьники? Смотрите в следующем сюжете. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года. По историческим меркам она совсем молода. Но, учитывая все время ускоряющийся темп жизни, это уже солидный возраст. Жизнь диктует постоянные изменения и отставать от них нельзя. Приходят поколения, которые не могут пока похвастаться богатым жизненным багажом. И понимание основного закона осваивается скорее теоретически. Сложный вопрос. Проще всего попытаться понять, как бы играя в него. Пытаясь прочитать саму Конституцию, разобраться в ней. Мы будем создавать собственный свод правил, основанный, как бы и как пример брать Конституцию Российской Федерации. Надо сказать, что похожие задачи ставили многие создатели Конституции. И все начиналось вроде как с игры и в первый раз многое приходилось придумывать на ходу. Но какие задачи должна решать Конституция в первую очередь по мнению студентов и старшеклассников. В случае нарушения прав человека он может воспользоваться Конституцией и судом, чтобы защитить свои права. Для того, чтобы человек себя ввел правильно, есть свод законов. А для того, чтобы права этого человека, соблюдающего законы, не нарушались, нужна именно Конституция, чтобы защитить его. Если это будет хорошо построенная Конституция, то ей можно будет пользоваться. Я думаю, она может пригодиться и человеку, и государству. Осталось написать хорошую Конституцию. Интеллектуальная игра даже не на знание Конституции, а на ее воспроизведение своих представлений. В игре участвуют обычные школьники, студенты, вузов и колледжей. Четыре команды выделили своих лидеров – мэров, премьер-министров, прокуроров, общественных деятелей. Таковы правила ролевой игры. Теперь нужна своя атрибутика. Герб, гимн, звучное название. Все решается коллегиально. Кто против? Короче, мы городской обык. Все будет. Нас будет. Пока большинству этих ребят мало знакомы статьи действующей Конституции и как они могут быть применимы к повседневной жизни, даже избирательное право не на всех из них распространяется по возрасту. Но годы прирастают быстро. И включаться в общую работу предстоит скоро. Включаться осознанно. Еще одну важную дату отмечали накануне – День Героев Отечества. Этот праздник отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата установлена федеральным законом в феврале 2007 года. В этот день в стране чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Поздравления в этот день принимают и мытищенцы, удостоенные высоких званий. Выполнить и перевыполнить ткачиха, передовик производства и очаровательная женщина Галина Васильевна Ивановская много лет честно и упорно трудилась на благо страны. На этой неделе героя социалистического труда местные власти поздравили с торжественной датой слово моим коллегам. Это тот случай, когда профессия сама нашла человека. Галина Ивановская хотела стать медиком, но за компанию с подружками выучилась на ткачиху. Закончила училище, пришла работать на фабрику в Пироговском, где и начался ее без преувеличения доблестный трудовой путь. Мы где-то два-три дня обязательно вставали к какой-то там кадровой ткачихе, потому что приехали молодые, нас она обучала. И мне по жизни везло. Вот везло, что вот на моем пути появлялись такие замечательные люди, которые в трудную минуту могли как-то поддержку сделать. Дальше свою роль сыграли упорство, жажда соревнований, общее дело на благо страны и, конечно, случай. Бывает, что ткачиха заболеет, а мы работали в бригаде. И поэтому вот это все суммировалось на бригаду. И чтобы оборудование не простаивало, мы брали вот это оборудование. Значит, сначала по одному станку перешли пять станков. И вот уже передовик производства работает на восьми станках, вдвое перевыполнив норму. Были настолько мы заражены идеей, что мы шли к светлому будущему. Был такой энтузиазм, был такой азарт. Вы знаете, сейчас вот вспоминаю, сколько у нас хватало сил, энергии. Мне даже становится как-то страшно. Сейчас дух захватывает только от количества и серьезности наград Галины Васильевны. Орден Трудового Красного Знамени, два ордена Ленина, а золотая звезда героя. В целом, в легкой промышленности Галина Ивановская проработала больше 40 лет. Я считалась легкая промышленность текстильная, но она никогда не была легкой. Это был огромный физический труд. Передовик производства и сейчас не сидит сложа руки. Дома ее можно застать, разве что в празднике. Вы вообще с оптимизмом смотрите на жизнь. И самое главное, что вы не сидите дома сложа руки, что вы всегда находите себе занятия. Вот правильно решила, пошла и закончила компьютерные курсы. Обучилась компьютеру. Теперь будете работать. О проектах «Пятилетка» она еще расскажет на творческих встречах в школах и вузах. Перейдем к вопросам международного сотрудничества. На минувшей неделе в округе прибывала делегация из города-партнера Плоцка. Старейший лицей Польши и Матищинскую школу номер 31 связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. И преподаватели, и школьники каждый год обмениваются делегациями, готовят интересные проекты и концертные программы. В мире школьного образования нет границ. Наши образовательные учреждения объединяют одинаковые цели и задачи. Ведь именно здесь рождается будущее наших стран и налаживается народная дипломатия. Школьный обмен – важнейшее направление сотрудничества Матищ с Плоцком. В лицее имени Малаховского 40 учащихся изучают русский язык. И приезжают к нам на стажировку. Наши учащиеся посещают уроки в лицее Плоцка. А теперь вслед за школьниками приехали и преподаватели. И первое, на что они обратили внимание – колокол с гербом своего города. Город действительно древний, ему более тысячи лет. А лицей имени Малаховского, который они представляют, старейший в Польше. Год его основания – 1180. И это не только повод для гордости, но и ответственность перед будущим. Изменялись формы, изменялись власти. А школа на этом месте существует непрерывно. То есть вот эти традиции, педагогические, они сохраняются и развиваются? Конечно. Даже в школе на старинной и средневековой башне у нас астрономическая обсерватория. Уроки физики с астрономией проводятся в специальной лаборатории на башне, где купол, и можно осмотреть Луну, звезды. Возможно, в Плотской обсерватории бывал и Николай Коперник. Город Торунь, где родился великий астроном, в двух часах езды от Плотска. Мытищинские школьники обязательно посещают исторические места древнего польского государства. Ну а сегодня более интересно, как организован учебный процесс в Польше, как оцениваются знания учеников. Мы-то привыкли к пятибалльной системе. Шесть. Отлично. Это шесть. Шесть? Вот как. У нас пятерка. Нет, с единицы до шестерки у нас. Так. И сколько же у вас учеников получают? Много, потому что школа самая лучшая, хорошие результаты получает. Выпускники школы попадают в самые лучшие вузы Польши. Это во многом роднит польский лицей с мытищинскими школами. В них тоже очень высок процент поступлений в вузы. Высокий образовательный уровень открывает большие возможности и для международного общения. Хорошие впечатления, которые показывают, как одинаково молодежь наших стран, наших государств. Конечно, школьники разных стран и народов живут одними интересами. Они читают похожие учебники, решают такие же задачки по математике. И, наверное, могут понять друг друга даже без слов. Но со словами лучше. И у нас есть такая возможность. Польская – не единственная делегация, которая успела на этой неделе побывать в нас в гостях. Врачи мытища открыли голландцам окно в России, а голландцы – врачам округа в Европу, заявила чрезвычайный полномочный посол Нидерландов в России Рене Джонс Босс. Накануне она побывала в МГКБ, где познакомилась с программой обмена мытищинских медиков и их коллег из провинции Дренте. Делегация в составе лор-врача Пола Мюнкенса, акушерогинеколога Яна Бурграфа и семейного врача Хайки Хагидорна успела встретиться не только с российскими медиками, но и побывать на приеме в правительстве Московской области. Вместо белых халатов – деловые костюмы. Медики сегодня в роли дипломатов. За столом переговоров развивают двусторонние связи и делятся опытом. Такова цель визита в мытищи врачей из Нидерландов. И сотрудничество обещает быть взаимовыгодным во многих областях. Наметили вчера уже, что нужно по сосудистой программе, по сосудистой хирургии развиваться дальше, потому что очень интересно перспективное направление. И это им интересно, и нам интересно. Словообщение между врачами округа и провинцией Дрента началось не вчера, еще в 1991-м. Тогда же стартовала совместная программа «Демо», которая почти три десятилетия развивается в формате ежегодных перекрестных визитов, семинаров, симпозиумов и стажировок. В ней задействованы врачи практически всех специальностей и поколений. Пол Мюнкенс – один из тех, кто стоял у ее истоков. Для него это уже 33-й визит в мытище. Когда я приехал в первый раз, я увидел пропасть в технологиях, в частности лор – то, что было тут и то, что было там. Сейчас уже технологии в Нидерландах и в округе почти те же. Важность программы, как и возможности для медиков двух стран, наладить профессиональные связи отметила посол Нидерландов России Рене Джонс Босс. Она посетила Матишинскую городскую больницу с рабочим визитом. Очень интересно посмотреть, видеть Матиши и больницу здесь. Я думаю, что сотрудничество между Нидерландами и Россией очень важно. Мы живем в трудных временах, а когда в этом состоянии, это очень важно найти дороги, пути сотрудничества. Помимо лор-практики, врачи двух стран сотрудничают в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А накануне визитеры посетили также перинатальный центр МГКБ, реанимацию новорожденных, палаты совместного пребывания семи послеродов. И пришли к заключению, что подходы к той или иной патологии в России и в Нидерландах очень схожи. Особый интерес у иностранных медиков вызвала организация поликлинической помощи в Подмосковье. В Нидерландах она практически отсутствует. Часть функций выполняют семейные врачи, другую – стационар. Такой обмен поможет перенять друг у друга лучшее, а программа «Демо» может послужить основой для дальнейшего взаимоотношения двух стран. И это еще не все международные партнеры, которые побывали в мытищах за последнюю неделю. Во вторник в администрации округа состоялся официальный прием делегации Смолевического района Республики Беларусь. В этом году нашему сотрудничеству исполняется 20 лет. О перспективах дальнейшего развития отношений гости нашего округа говорили с главой Виктором Азаровым. Слово Анне Мусаликиной. Смолевичи и мытищи очень похожи. Оба – так называемые города-спутники. Близость к столицам предъявляет свои требования. Такие города должны быть для жизни в прямом смысле слова, со всей необходимой инфраструктурой, а также соответствующим благоустройством. С этого и начали. Белорусские гости поделились первыми впечатлениями о нашем округе. Наша делегация впервые в мытищах, но впечатления самые наилучшие. Прежде всего, это масштабность города, ухоженность города, красота и оформление к новогодним мероприятиям. Очень порадовало нас гостеприимство, радушие. Все-таки мы, независимо от того, что на расстоянии 800 километров находимся, все равно мы люди одинаковые, об этом свидетельствует и взаимоотношения стран, глав государств. Конечно, вспомнили и о зарождении дружбы между нашими городами. Все началось еще 22 года назад. В 1996 году здесь был небольшой форум России, Белоруссии, Украины. У нас мы ищем на уровне представителей правительства. А Черноморье здесь у нас. После этого пошла дружба с Белоруссией. Целью нынешней встречи стало обсуждение итогов 20-летнего сотрудничества. За плечами многие годы плодотворного общения, обмена делегациями и проведения совместных мероприятий. Практически ежегодные мероприятия проводим. И спортивные, и культурные мероприятия, и молодежные мероприятия. Поэтому итог нашего сотрудничества, и считаю основной итог, то, что мы продолжаем сотрудничать, и все предпосылки к тому, что мы так и продолжим это сотрудничество. Результатом прекрасно выстроенных связей в сферах молодежной политики, культуры, образования и спорта является план совместных мероприятий на 2019 год, который включает в себя фестивали, интернет-конференции, конкурсы и многое другое. Но останавливаться на достигнутом никто не желает. Конечно, вопросы экономики обсуждаем. Сегодня затронули обязательное посещение будет торгово-промышленной палаты. То есть вопросы возможных операций предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации. Четыре города, я считаю, что это самые теплые и плотные отношения у нас с нашими белорусскими коллегами. И нам очень приятно, что сегодня они посетили наш город, посетят предпраздничную Москву. Кроме того, в рамках программы гости из белорусского города-партнера посетят офис МФЦ, спорткомплекс «Строитель», каворкинг-центр, арену «Мытищи» и школу номер 31. В ближайшем будущем мытищинская делегация посетит Смолевичи с ответным визитом. Перейдем к другим темам выпуска. Поддержка многодетных семей – одно из приоритетных направлений социальной политики городского округа Мытищи. Год от года таких семей становится больше, и многие из них рассчитывают воспитывать детей в условиях загородной жизни. Такую возможность дает закон Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, согласно которому 124 мытищинских семьи обрели свои земельные участки. Продолжит Сергей Берзин. Предоставление земельных участков состоящим на учете многодетным семьям осуществляется исключительно в порядке очередности, определяемой моментом подачи заявления. Очередь продвигается не так быстро, как хотелось бы. Подбор и формирование земельных участков на территории, где свободных земель практически не осталось, работа кропотливая и сложная. Подчас приходится ждать не один год, когда придет приглашение на жеребьевку по распределению земельных участков. В настоящее время администрации предоставлено 430 земельных участков. Это часть территории Сергиево-Посада, часть территории городского округа Мытища, деревня Голенищево. И сегодня следующий этап предоставления земельных участков также на территории городского округа Мытища. Программа работает уже 4 года, и за это время более 500 семей получили возможность обустроить свой новый быт. В большинстве своем это семьи городские. Жизнь на земле – это не новая вещь. Хорошо, что эта земля достаточно близко, то есть там можно не только сделать дачу, но и жить зимой, если сделать достаточно теплый дом. Важно, чтобы помимо участков еще была создана необходимая инфраструктура, то есть были построены сети коммунальные. Конечно, обустройство целых новых поселков – дело непростое. С высоты птичьего полета эти земли выглядят так. И хорошо, что по соседству уже есть освоенные территории. Это намного облегчит положение. Хотя еще наши предки умели решать такие задачи, как говорилось, всем миром. Что касается нашей семьи, мы, конечно, хотели бы построить домик, хотели бы дальнейшие какие-то планы развивать. Трое детей, старшему 12 лет, и я думаю, что это будет его место, потому что он совершенно не городской житель, то есть он хочет где-то подальше, поспокойнее. Это хорошая альтернатива квартире, поскольку многодетной семье достаточно тяжело жить в квартире, вообще в квартирных условиях. Строгий порядок жеребьевки исключает любую возможность произвольного распределения земельных участков. От этого многое зависит. А эти конверты, как экзаменационные билеты, несут ответ на главный вопрос – место участка и его кадастровый номер. Пожелаем, чтобы все эти билеты в итоге оказались счастливыми. Собственная недвижимость – это хорошо, тем более, если речь идет о коммерческой. Но будучи хозяином частного строения, не стоит забывать, какие обязанности возлагаются на владельца такой недвижимости. Вот пример. Спортивный комплекс «Юбилейный» недавно отметил свое шестилетие. Но вместо поздравлений принимает совсем другие сообщения. Накануне отопительного сезона комплекс остался без тепла. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Смотрите специальный репортаж. Как в известной поговорке, у семи нянек дитя без глаза. Все это относится к затянувшемуся производственно-правовому конфликту вокруг спортивного комплекса «Юбилейный». Хотя поначалу все представлялось как безответственное поведение теплоснабжающей организации. Якобы по ее вине простаивают прекрасные спортивные залы. Несмотря на то, что сейчас у нас оттепель на улице 0 градусов, в здании критическая низкая температура. Сейчас мы вынуждены отменить часть занятий. Наши отопители – это электрические пушки. На такое здание площадью по полу только 700 квадратных метров один зал. Таких пушек не хватает. Да, картина унылая. Здесь могли бы заниматься десятки спортсменов самого разного возраста. Ведь их график расписан по минутам. Но теперь здесь тишина. Задолженность сейчас у меня перед АО «Теплосеть» за поставленную энергию отсутствует. По году имеете в виду? Вот, да, по отопительному сезону. Клиенты спортивного комплекса, которые исправно вносят плату за предоставляемые услуги, администрация спортивного комплекса, которая также вовремя оплачивает коммунальные услуги, считают себя незаслуженно обиженными. Их можно понять. Но это только верхушка айсберга. Акционерное общество «Матищинская теплосеть» действительно 15 октября прекратило подачу тепла в спортивный комплекс. Но это после трехкратного уведомления собственника о выявленных нарушениях и необходимости их устранения. Ответа не последовало. К слову сказать, в документах спортивный комплекс «Юбилейный» фигурирует не как спортивный комплекс, а как здание гаражной стоянки с надземными спортивными площадками закрытого типа. Объект коммерческой недвижимости. По адресу «Матищи», улица «Юбилейная», дом 40Б. А арендатор утверждает иное. Отключился социально значимый объект района от теплоснабжения. И теплосеть, она даже в письмах, она не признает нас социальным объектом. Хотя у меня есть паспорт спортивного объекта, который я получил еще в 2015 году. Тогда почему, утверждая, что данный объект социальный, понимая, что температура в помещении не соответствует СанПИН-нормам и нельзя сейчас там заниматься, арендатор продолжает проводить занятия, несмотря на возможность получения травм и болезней детей. И если причины поведения арендатора очевидны, получение дохода, то вот позиция родителей просто необъяснима. Получается, что на защите здоровья юных спортсменов стоит только энергоснабжающая организация. Согласно федерального закона 190 о теплоснабжении, всем потребителям тепловой энергии выдается предписание о необходимости выполнения мероприятий по подготовке к отопильному сезону и предоставлению документов. Спортивный комплекс «Юбилейный» не предоставил соответствующих документов на собственность здания, не предоставил паспорт технического состояния и готовности к подаче тепловой энергии и ее эксплуатации. Тепловой энергии нет ответственного на данном объекте, нет акта разграничения балансовой принадлежности на тепловые сети от места врезки до здания. Нет договора теплоснабжения. Мы, как теплоснабжающая организация, должны ответственно подходить к подаче тепловой энергии, особенно на те коммерческие объекты, где большого присутствия детей. Кто-то скажет, что такая строгость – это чистая формальность. Но теплосеть, которая осуществляет подачу тепла на сотни объектов, где постоянно находятся дети, не имеет права отступать от жесткого технического регламента. Увы, случаи аварий теплового оборудования на социальных объектах бывали, в том числе и с тяжкими последствиями. И всякий раз оказывалось, что в системе договорных отношений существует брешь. То есть владельцы таких объектов не хотели нести ответственность за безопасность. Под разными предлогами они увиливали от полного соблюдения технического регламента. Нечто подобное повторяется в спортивном комплексе «Юбилейный». Здесь тоже предлагают им поверить на слово и по-прежнему подавать тепло на объект. Слово к делу не пришьешь, нужны официальные документы. Без документов мы не можем подать тепло. Не можем гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии. Безопасную. Если обварит ребенка кипятком, будет ли нести ответственность за аварийную ситуацию собственник. Такие гарантии должен дать только собственник. И тут-то вырастает основная проблема. Здание фигурирует в деле о банкротстве. Поэтому собственники и не обращаются с просьбой подать тепло. Им это невыгодно в данной ситуации. За это ратует только арендатор. Собственников у объекта трое, и они находятся в состоянии конфликта между собой, и единого договора по предоставлению им тепла не могут заключить. По сути, не имеет правового основания вся договорная работа в спортивном комплексе «Юбилейный». От этого страдают и арендаторы, и клиенты комплекса. Эта ненормальная ситуация длится уже долгие месяцы, и теперь зашла в настоящий тупик. Однако, от этого не должны страдать те, кто привык здесь заниматься. В Управлении по физической культуре и спорту городского округа Мытищи готовы оказать помощь. Хотя коммерческий спортивный центр «Юбилейный» не входит в систему муниципальных спортивных объектов. Независимо от форм собственности, будь то частная, муниципальная, конечно же, все спортивные объекты, которые находятся на территории городского округа Мытищи, но и на всей Московской области, конечно, должны быть качественными, безопасными. То есть при строительстве, при вводе в эксплуатацию должны соблюдаться все нормы и требования, которые прописаны в соответствующей документации. Должно быть тепло, светло, сухо и безопасно. И, конечно же, это всем совершенно понятно. Конечно же, мы тоже переживаем со своей стороны, потому что это спортивная составляющая, дети занимаются там спортом. Мне хотелось бы сказать, что каждую ситуацию готовы рассмотреть и готовы предоставить нашим детям, жителям городского округа Мытищи, возможность заниматься в имеющихся муниципальных спортивных секциях, пригласить их. И также, конечно же, предоставить время арендаторам в наших спортивных учреждениях городского округа Мытищи в соответствии с расценками, утвержденными постановлением администрации. Телефон для справок, чтобы обращаться в наше управление. 8 498 610 04 14. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Мы проговорим с каждым и поможем по возможности оказать именно спортивные услуги. Ну а технический вопрос, я надеюсь, все-таки в скором времени разрешится. Вот и мы будем продолжать показывать хороший спортивный результат. Увы, сложные правовые вопросы быстро не решаются. Юридический тупик, в который загнали себя собственники, поставив под сомнение всю деятельность спортивного комплекса, отразился на людях, которые совершенно к этому не причастны. Теперь предстоит распутать этот сложный узел. Но одно остается неоспоримым. За климат в спортивном комплексе полную ответственность должны нести именно собственники. Тем временем в округе прошло открытое первенство по гол-болу. На стадион «Строитель» съехались спортсмены из разных городов России, а также Молдовы и Польши. Это увлекательная игра, схожа с футболом. Правда, забивать голы приходится в прямом смысле вслепую. На площадку игроки выходят в темных повязках. Жанна Оловянникова с подробностями. Тишина. Тишина. Главная команда на площадке. Участники игры в гол-бол не видят мяча. Они его слушают. А вернее, колокольчик внутри спортивного снаряда. Придуманная для реабилитации ветерана Второй мировой инвалидов по зрению, игра быстро приобрела известность во всем мире. На стадионе «Строитель» сегодня тоже ее поклонники. Участники команд со всей России, Польши и Молдовы. Идет открытое первенство. У нас сегодня финальные игры проходят. Принимают участие 18 команд. 8 команд вышли сегодня в плей-офф, в четвертьфинал. И будут разыгрывать уже соответственно медали. Цель как в футболе – забить гол в ворота противника. Но как это сделать, когда на глазах светонепроницаемые повязки? Во-первых, надо чувствовать хорошо площадку. В площадке самое главное тоже это разметка. Чувствовать своих товарищей по команде и чувствовать мяч. А как говорится, с мячом и с площадкой надо быть на «ты», а не на «вы». Анна Беридзе из Нальчика привезла на эти соревнования самых молодых спортсменов. Ребятам не больше 15-ти. В республике такая адаптивная физкультура для слабовидящих только набирает обороты. И участие в подобных соревнованиях – настоящий прорыв. Один из ее талантливых подопечных – Ислам Маремов. Мальчик не видит с рождения. И навыки игры в гол-бол, говорит, только помогают в жизни. Она учит концентрации, сосредотачиваться на чем-то, если ты хочешь добиться какой-то цели. Конрад Анжиюк из Польши напротив игрок с опытом. На турнирах в Подмосковье не первый раз, говорит, уровень организации растет год от года. Соревнования классные, очень масштабные. Такие 18 команд – это очень редко встречается в нашем виде спорта. Может, немножко не хватает опыта, но я уже несколько раз участвовал здесь в соревнованиях в России. И мне кажется, что все идет в лучшую сторону. Этот спорт и для достижений, но главное – он учит ориентироваться в темноте, которая сопровождает этих людей и в реальной жизни. И еще об одном увлекательном и популярном у мутищинских школьников соревновании. Только здесь важны не ловкость и хорошая физическая подготовка, а нестандартное мышление и особая сообразительность. Робототехника и программирование – одни из самых популярных направлений у подрастающего поколения. Здесь нужны знания и определенные умения. Именно их оценивали в ходе конкурса, прошедшего в Центре компьютерных технологий. Роболэнд – такое название носили необычные соревнования. Кажется, права была француженка Мадам де Сталь, говоря, во всякой стране молодое поколение – всегда иностранцы. Будущее из фантастических блокбастеров уже здесь. Маленькие дети собирают своих первых роботов, да еще и мерятся силами на конкурсах. Организаторы окружного управления образования учтиво назвали состязание «Роболэнд». Соревнования состоят из двух частей. Одна – это специальные задания, которые участники проходят с помощью компьютера. Вторая – представление проектов. Участие в них приняли воспитанники кружков робототехники школ округа и Центра компьютерных технологий. Мы собираем марсоход. Что могу о нем сказать? На него ушло очень много деталей. Как вы видите, четыре мотора. Много колес для более прочной устойчивости, чтобы он не падал. Проектная часть посвящена космическим путешествиям. Надо сказать, тема благодатная. Здесь юные инженеры могут пофантазировать. Новые ракетные установки, базы проживания на Луне, аппараты для подготовки космонавтов – все это представляют участники. Это центрифуга ЦФ-18. Центрифуга – это устройство для имитации повышенной силы тяжести. Центрифуги используются для физической подготовки космонавтов и боевых летчиков. Мы создали лунное поселение для удобства дальнейшего освоения космоса. Его особенности в том, что, во-первых, он очень много весит, потому что там очень маленькое притяжение. А во-вторых, мы создали новую ракету, не похожую на другие проекты. Каждая команда защищала проект перед жюри, рассказывая о своих разработках и демонстрируя их действия. Тем временем полные волнения были и конкурсанты в соседнем кабинете. Индивидуально или в паре с другом им необходимо было собрать модель по проекту, затем описать ее, а в завершении по реальной модели – воссоздать проект в 3D. Первую часть заданий самым первым выполнил Павел Клеопин. Паша, как так быстро удалось собрать? Я хотела доказать папе то, что я могу в робототехнике. Он у меня очень умный. Ты доволен своим результатом? Угу. Скажи, как ты думаешь, дальше у вас еще впереди несколько этапов сложно будет? Да, но хотя я вчера тренировался. Хочется заметить, сфера IT-технологий – одна из самых развивающихся и высокооплачиваемых. Именно поэтому каждый год количество желающих заниматься в таких кружках растет. Большой наплыв учеников и в Центре компьютерных технологий. Наш центр работает уже более 25 лет. И работаем мы с детьми, со взрослыми. У нас есть бюджетные курсы. В этом году у нас более 110 человек занимаются на этих курсах. В этом году у нас чуть больше набралось детей на платное отделение. В этом году мы открыли компьютерные курсы еще на базе пятой школы. Она от нас находится достаточно далеко. И там очень мало компьютерных курсов, которые могут предложить в округе. Это тоже здорово, потому что каждому ребенку хочется нового интересного. Пообщавшись с участниками, кажется, что награды заслуживает каждый. Организаторы успокаивают. Число победителей и призеров не ограничено. Совсем скоро они получат заслуженные награды. Церемония пройдет в торжественной обстановке. Перейдем к культурным событиям этой недели. В Мытищинском историко-художественном музее открылась уникальная выставка. Собрание золотого и серебряного кружева 17-го – начала 20-го веков представил Сергеево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Не упустите возможность познакомиться с редчайшими произведениями искусства. Сотрудничество между Мытищинским историко-художественным музеем и Сергеево-Посадским музеем-заповедником длится уже не первый год. Его итогом можно считать договоренность о проведении серии выставок под названием «Ремесло как искусство». Первая была посвящена бесероплетению, а вторая – открытие которой состоялось накануне к кружеву. В целом эта выставка разделяется на несколько частей. Это церковное одеяние, филоне, затем подрясник, который здесь представлен, затем мерное кружево. И тоже я не знаю, как вам сказать, какое лучше, какое хуже, потому что они все прекрасны. Индивидуальность здесь есть, непохожесть есть в каждой вещи. Золотое и серебряное кружево впервые появилось в России во второй половине 16-го века. Этот вид искусства пришел к нам из Западной Европы. Наши мастерицы, чтобы понять систему этого удивительного плетения, стежок за стежком распускали заграничные работы и учились секретам западных мастеров. Затем вот эти приемы плетения, они, кстати, очень разные. Тут есть и коклюшки, тут есть и кружево счетное, есть кружево, которое сшивалось иголочкой с неточкой, ну и другие формы, там и ключочек где-то отдельные есть вещи. Так что вот эти вот сложные такие вот вещи, они воспроизводились, но немножко с другим как бы видом орнамента, потому что у русского человека, ну, свое собственное представление о красоте. Стиль узора этих кружев может рассказать о многом. Кому предназначалась вещь и по каким случаям ее носили. Отдельное место занимают предметы из церковного обихода. Здесь свои символы. Особый интерес у специалистов вызывают нити, из которых создавались кружева. Долгое время их привозили из-за границы, а потом начали производить в России. Есть здесь серебряные нити, есть и с примесью золота. Но чаще всего использовали сплавы, которые придавали каждому из творений различные оттенки. Центром развития кружевного искусства было Подмосковье, особенно районы, граничащие Сергиевым посадом. Каждый экспонат этой выставки, он индивидуален, он актуален на сегодняшний день, потому что ремесло, к сожалению, это во многом уже утратило, как бы свои корни. И воспроизвести нечто подобное на сегодняшний день, ну, возьмется далеко не каждая мастерица, и есть ли они на сегодняшний день. Я просто даже не представляю. Уникальность этой выставки еще и в том, что эти прекрасные кружева впервые выставляются вне стен родного музея-заповедника, и неизвестно, повторится ли подобный опыт в будущем. Успеете вдохновиться образцами ремесленного искусства и насладиться тончайшей ручной работой. Выставка продлится до начала февраля. И еще одну необычную выставку в преддверии Нового года организовали в Центральной детской библиотеке. На ней представили игрушки советской эпохи. Игрушки своего детства мы помним всю жизнь, но время быстротечно, приходят новые поколения, меняются интересы. Однако даже игрушки бабушек и дедушек также популярны у их внуков. Они многое могут рассказать о своем времени на самом понятном детском языке. С конца 40-х годов прошлого века, когда появилась сеть легендарных магазинов «Детский мир», стало утверждаться и особое отношение к организации детского досуга. Игрушки ценились особо и хранились десятилетиями. Вот эти, например, пришли как раз из того детского мира. Сегодняшние четвероклассники, на время отключившие свои вездесущие телефоны, увидели вживую мир детства своих бабушек и дедушек. Невероятные машины под названием «Патефон». Когда-то они были настоящим чудом, сегодня тоже. Дедушки и бабушки хорошо знали, что такое пионерский горн. Он и сегодня привлекает внимание мальчишек в первую очередь. И как тут не воспользоваться случаем? Здесь столько интересных открытий, что глаза разбегаются. С чего начать? Простенькая кукла без всякой электроники. А сколько в ней искрометной жизни? Мне очень понравились сегодня разные игрушки. Необычные? Да, и магнитофон или граммофон, не знаю, как называется. Пластинки вставляются, и можно вот так вот слушать. Я бы, наверное, как раньше, потому что так интересно и необычно. И, конечно, это совсем не лишние знания. Они передают ту живую связь с историей твоего края. То есть это как бы урок краеведения. Мы же не всегда были такие большие и взрослые, как сейчас. У нас же тоже было детство. Тоже было. Но наши игрушки были, немножко отличались, понимаете, заводные, пружины. Назвать это уроком, это как-то высоко величественно. Я думаю, что это просто встреча с детьми и показать, какое было наше детство. Чем мы увлекались и как мы играли. А ведь с детства и в детстве начинается все. И отношение к родине в первую очередь. Наша родина, она-то изучается там из истоков. Я думаю, что такие мероприятия важны. И важны именно для маленьких детей. Чтобы мы начинали знакомить детей вот именно с этого возраста. Оказалось особо интересным попробовать писать чернилами и не делать клякс. Далеко не у всех это получается. Писать с нажимом оказалось очень интересным занятием. И совсем не бесполезным. Ну а чернилами и пером, как известно, написаны лучшие стихи. И тут же написал свои стихи школьный поэт Марк Панченко. Из века в век, из года в год, живет в мытищах наш народ. Мытища славились всегда водой, богатырями и вкусными чаями. С чего начинается родина, поется в песне. С картинки в твоем букваре. Теперь и эти дети знают, с чего начинается родина. Всего две недели остается до Нового года. И с каждым днем предпраздничная суета только набирает обороты. Наряднее становится и мытище. Многие жители уже заметили и оценили, как украшен город иллюминацией. Атмосфера приближающей сказки заполняет все вокруг. А центром притяжения всех горожан для создания новогоднего настроения по-прежнему остается Центральный парк. Какое самое популярное место для селфи в мытищах? Конечно, Центральный парк. Рядом с уже полюбившейся новогодней достопримечательностью аллеи елок. Если у вас еще нет такой фотографии, то обязательно приходите и сделайте. Лайки в социальных сетях вам обеспечены. Пройти мимо такой новогодней красоты просто невозможно. Хочется скорее взять в руки телефон или фотоаппарат и запечатлеть полюбившиеся мытищинцам так называемые в народе танцующие елки. Второй год в мытищах они привлекают внимание всех прохожих. Сейчас идем любуемся ей потихоньку, специальным воздухом дышим, любуемся. Какая красота. Вот побольше бы площадь охватили бы. А то как тут только одна аллейка и маловато. Хочется побольше, поактивнее, посимпатичнее. Конечно, нравится, только они везде горят. А вообще очень красиво. Все красиво. Не знаю, что еще лучше можно. Все хорошо. Если у вас еще нет новогоднего настроения, то стоит выйти в парк на прогулку или пройтись по главным улицам города. Создать праздничную атмосферу представители лес-паркхоза, которые отвечают за новогоднее оформление города, пытались по максимуму. Тише, где я живу, в силикатной улице тоже украсили. Ну, рядом дома там сделали вот такие елки. Написали с Новым годом. А еще, ну, в общем, там тоже красиво. Мне очень здесь нравится. Ну, классно, красиво. Но только зашли. Сейчас дальше пойдем. Ну, на колесо хотим сходить. Заиграла яркими огнями улица Мира на участке от памятника мытищинскому водопроводу до памятника чаепития в Мытищах. 35 таких светодиодных 4-метровых елей установлено группами по несколько штук на улице Мира. Эти украшения радовали мытищинцев и в прошлом году. А что нового будет в этом? Дальше у нас будут устанавливаться матрешки, еще один снеговик. На пешеходных зонах Щербакова летная, бульвар молодежи, композиции светодиодные тоже. Там воздушный шар, одуванчики. Такой нарядный город будет в этом году. Уже на этой неделе все елки и городская новогодняя иллюминация будут работать. И нет сомнений, что красивых фотографий у мытищинцев в этом году будет еще больше, чем в прошлом. Вот такая в этом году зима в Подмосковье. Таковы были главные события уходящих семи дней, активных и интересных выходных. Увидимся в следующую субботу в 20.45. Команда Первого Мытищинского работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова